В России главная тема сегодня трагедия в Карелии, где во время шторма на Сямозере погибли 13 школьников из детского лагеря. Сейчас продолжаются поиски еще одного подростка, чья судьба пока неизвестна. Группа была большая, почти 50 человек, большинство из Москвы. 33 ребенка, выжившие, днем уже вернулись в столицу. Спецрейсом МЧС в сопровождении врачей. У пострадавших переохлаждение, ушибы, у одного мальчика поврежден позвоночник. Все сейчас проходят обследования. По словам медиков, у некоторых детей помимо травм сильнейший стресс. Медики называют это острой психологической реакцией. Поэтому рядом с подростками неотлучно находятся специалисты. В помощи психологов сейчас также остро нуждаются и взрослые, убитые горем родители и близкие, которые сегодня пришли на опознание. Цела погибших рано утром доставили в Москву другим спецбортом МЧС. Процедура проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы. С каждым, кто пришел, работают опытные специалисты, оказывая поддержку и помогая осознать, что случилось непоправимо. Рядом дежурят бригады скорой. Люди не в силах сдержать слезы. Это понятно. Младшему из погибших было всего 11 лет. Ему до сих пор не исполнилось 12. Ему уже никогда не исполнилось 12. У ребенка, которому 11 лет, шансы в подобной истории намного ниже, чем у ребенка, которому 14-15 лет. Мать моего ребенка в последний год не давала мне общаться с ним и отправила его в этот лагерь. Вопреки всем моим пожеланиям, я сначала узнал о том, что погибли дети в Карелии. И только потом я узнал о том, что среди этих детей находится мой сын. Он был очень добрым, веселым, умным мальчиком. Хорошо относился к своим младшим братьям. И они его очень тоже любили.